Я тогда в школе работал, когда классом ходил, семьями ходил, для отдыха просто бесподобное место. Вы знаете, там интересно, сохранились еще до сих пор, крутины их назвать. Это посадки деревьев кругом, а вокруг они все обрыты рвом. То есть писари, владельцы, они владели, имели понезаводы. И вот они выгоняли их на этот луг, и чтобы им за себя зайти в тенек, они гуляли-гуляли, а потом заходили туда, в эти картинки с посадками деревьев, туда отдохнуть. Но, значит, опять же, в укладных книгах Лидарской епархии называется «Церковь Николая Чудотворца», только оно было не в Орловке, а село Курцы там рядом. А вот уже в 1710 году, перепись населения, о которой мне сейчас говорят, в 1710 году, там уже указан храм в селе Орлов, деревянный. Значит, сначала был деревянного храма строитель Астафьев, а вот это его внук по женской линии, по дочери, Алексей Александрович Писарев. Так оно вот из Остафьевна перешло оселение в род Писаревых, и вот он в 1835 году построил вот эту Никольскую церковь. Знаете, когда я подхожу, я на нее смотрю, напоминает, ну кто Епифанит представляет Никольский собор, напоминает Никольский собор. Однокупольный, одноглавый, с двух сторон вот эти колоннада, фасад, фриз, колонн, вот это напоминает немножечко. Вот, значит, церковь действовала тоже до 30-х годов. В 50-е годы взорвали колокольня, колокольня находилась в той стороне. Да, еще нужно сказать, что, сейчас интересный момент расскажу, значит, в церкви было два предельных алтаря. Один из них, во имя апостола Филиппа, был устроен старским советником по ходу Ивана Ивановича Лихарева. Вот, и вот эта вот надробная плита его, надгробие, так сказать, она была, вернее, он был похоронен возле алтаря Никольского храма. Вот, потом, когда это все начали ворочать, там, один из жителей местных, эту плиту пришел, вытащил домой, положил ее под порог, сверху досками там застырил и так далее. Вот, и начались у него неурядицы, его погоняют с работы, ну, сокращают, жена заболела и так далее, и так далее. Вот, в общем, скажем, тут ему, вот, за мой знакомый, подчеркен, подходит и говорит, да вот вези ты эту плиту на гладбище. Вот, он так и сделал. Проходит время, несколько там, недель-другая его приняли куда-то на работу, жена пошла на поправку, я уж не знаю, как этому верить. Но я всегда говорю, что все равно нас вокруг что-то сверхъестественно окружает. Да? Бесомнение. Вот. Ну, и, в общем-то, я что хочу сказать. Вот, за исключением колокольня, так вот, церковь сохранилась в довольно-таки хорошем состоянии. Вы видите вот это справа, слева, извините, картиночка, запрестольный образ, то есть, господь скорбящий, запрестольный, он сохранился до настоящего времени. Есть предположение, что это работа Тропинина, художника известного. Почему? Потому что Тропинин дружил с Писарьевым. Есть, конечно, предположение такое, вместо того сказать, может быть, и местная легенда. Вот. И, конечно, сохранившаяся роспись в междооконных проемах. Вот вы ее видите тоже. Вот такие виды. Вот. И сейчас, благодаря, конечно, дачникам, которые живут в Орловке, в соседних курсах. Это они из Москвы. Один бывший полковник, два преподавателя, муж с женой. Он из Бауманского училища, она из МГУ. В общем, они сделали большую работу, если кто-то в Орловке бывал, там есть колодец. Вот. Вот колодец они тоже сделали, оборудовали его. А вообще, этот колодец в виде грота был сделан, значит, вот как раз Писаревым вещем. Он старинный, сейчас они его там оштукатурой сделали, лепные иконы там, Сергей Радонежской, Матроночкой и так далее. Вот. И в храме установили раму поставили, иконостас поставили. И сейчас к этому храму прикрепили священник и искусственникам. Так что по выходным тоже проводится служба. Тоже возрождается. И вот совершенная противоположность. Вы посмотрите, как он красавец. В метрических книгах, вот до этого не попадалось, а в метрических книгах 1764 года Никольская церковь в серии Рыхотка показана действующей. Вот. Была, естественно, первое время деревянной, в начале своего существования. И в самом конце, там, по-моему, в 1792-1996 годах она строится каменным зданием на средства местного помещика Огарева. Построена в классическом стиле. Есть такая, мне понравилась фраза, там один исследователь пишет, с элементами неоготики. Но готика, вы знаете, что это такое? Это немецкое направление, германское направление, готическое. Вот. Действительно, они присутствуют. Вот. На верхней фотографии, так, 50-е годы, еще существовал, существовало колокольд. Потом ее где-то в это время взорвали. Уничтожили и так далее. Вот. Вот это, конечно, белый камень, это он не по берегу. Это настоящий белый камень в виде цилиндров, в виде овалов. Цилиндров. Только не круг в основе лежит, а овал. Вот. И когда мы там были, посмотрели вот это все, там сохранилось в прекрасном состоянии полы из плитки. То есть в прекрасном состоянии, вот так вот чуть-чуть раз очищаешь, как будто только что их положили. Вот. То самое интересное. Ну, и все тут закрыли и так далее, и так далее. Когда мы приехали, знаете, как после набега, то так, вот так сравню. Я не буду говорить про ютуберацию. Но как после набега, то так мы сошли. Вот так вот сарай, без крыши, стены деревянные, половины сгнившие. Знаете, как их называют, ясли, да, вот где коров кормит вот эту вот. Цепь, которая в кольцо, в руку вставляется, валяется вот так вот, знаете, жутко даже мурашки были по спине. Вот. И когда ручей там пустой, и вы знаете, когда в деревню приходится, там где-то гуси, где-то лутки ходят, правило, там и коры, и ничего, и тишина. И он мне сказал, что осталось всего тоже два жилых двора, стариков. Сейчас это называется село Майское, а раньше Никольское Орехо. То есть приходит запретение все эти дела. И наконец мы с вами поговорим немножечко о Куздорском районе, о двух селениях, которые находятся к северу от Епифана. Епифан была, можно сказать, основана по письменным источникам. Епифанский острог, крепость деревянная. Она была основана в 1660-е годы, во второй половине. А вокруг, вместо Мстиславский, который, собственно, и строил этот церковь, это его были отчины и владения, он образовал восемь казачьих слобод. И вот в этих казачьих слободах образовывались православные общины. Одним из самых старейших приходов на территории Куликового поля следует считать покровский приход Козловской слободы. Он был образован стражевыми казаками этой слободы. Церковь была деревянной, конечно, с начала своего существования. Неоднократно уничтожалась набегами катак. И вот в 1769 году князь Владбольский, к сожалению, установить имя отчества никакого, кто именно из них, не удалось пока, не попадалось в документы в архивных. Вот он построил каменную церковь. Церковь долго, настояла долго, не обновлялась абсолютно. И вот только когда на рубеже 19-20 веков в старости был Павел Иванович Новиков, епифанский мещанин, он вплоть до революции 17-го года был церковным стартом, может быть и позже, я так взял, до 17-го года, там были произведены небольшие ремонтные работы. Ну, как вот он был представлен там награждением медали за усердие, вот, и вот когда представление там читаешь, там, значит, написано, что при нем увеличился гораздо церковный сбор. У нас находить он людей, которые давали, есть такое понятие, церковный датель, давали денежки на какие-то ремонтные работы в храме. Доброходные. Доброходные датели, правильно. Вот, значит, и вот он проделал такую работу. В настоящее время храм вот так вот выглядит. Внутри сохранились росписи. Вот, ну, здесь немножко длинновато, но вот так вот в лаконных проемах силуэты просматриваются вот. Вот, некоторых каких-то святых, там, конечно, прочитать очень сложно. Вот. Тут как-то мне звонит один товарищ и говорит, Сергей Васильевич, вот мне сказали обратиться к вам. Вот у вас какие-то есть сведения про Козловскую Слободу, про храм Покровский и так далее, и так далее. Я говорю, да. Ой, нам надо с вами встретиться. Я говорю, ну, приезжайте. Потом получилось так, что мне удалось туда приехать. Он подъехал, я ему позвонил. Вот мы там уже кипич готовим для фундамента туда-сюда. В общем, как будто казачье общество. И мы хотим вот Слободу казачью создать в соседнем деревне Раздолье и так далее, и так далее. Ну, хорошо, я говорю, я-то что, я вам напишу историю храма. Ну, мне написано было, я его раз, по электроночке отправляю. Спасибо большое, все. В этом году он, это было год-два назад. В этом году он мне звонит, Сергей Васильевич, я буду в музее, и обязательно вам звоню. Нет. Опять звонок у меня не получил. Ну, в общем, один мне рассказывает, там, никаких храмов нет. Ну, я, извините, казачество современное имеет, так сказать, свое отношение. Ну, там не было казачества. А? Там не было казачества. Ну, вот, в этой слове, в Сирии. Как? Почему нет? Это же они строили. Это они строили. Вы понимаете, такой момент. Мы, епифшицы, с гордостью говорим, что донское казачество начинается в епифане. С епифанских вот этих словах. А шо, пишет, верхний дон, это вершинское. Это нижний дон вершинское. Нижний дон, это там, где уже устья. Не, не, не. Донское, вот, вообще, я извиняюсь, значит, что такое казачество? Ну, я бы со временем сказал, это пограничники. Понимаете? То есть, вот это епифан, Тропивна, Новосиль, Дедилов. Это были границы московского государства. И там вот эти вот казачьи слободы были образованы. Вот. Епифань конкретно верхний дон. Значит, дальше границы московского государства уходили на юг. Помните, Иван Васильевич меняет профессию? Изюмский шлях там, и так далее, и так далее. И вот эти вот казаки, они, дети Боярские, были из казачества, произведены в Дети Боярские. И они постепенно переселялись дальше и дальше от Епифания. И в конце концов, они дошли до Кубани, до верхнего дона. То есть, до нижнего, извините, дона. А это как же? В документах все написано. Казачьи слободы. Восемь казачьих слобод вокруг Епифания. И семь сотеных городов. Это какие? Ну, по-современному назвать. Голина, Рождествено, Олешино. Кораблино. Шеврёво. Это левая сторона дона. А правая сторона Козлова, Алтаваева, Мельгунова. Ну, она раньше называлась Болгаковской Брыскиной, потом вот поспелось. Так что вот это... А в Никитском книгах? Никитском каком? Никитская Натанова, Богородская. Знаете, в окладных книгах... Вот давайте мне... Что, не задерживайте, вы не подойдёте. Я постараюсь ответить на ваш вопрос. Ладно, мы уже сейчас практически заканчиваем. Значит, вот никаких подвижек нет. Значит, что касается Козлова. И опять же, мы снова будем говорить про Казахову. Значит, сначала церковь... Во имя Святой Пороскевы Пятницы приход образовался в Слободе Булгаковской Брыскиной. Тоже во время первого описания. То есть в 60-е годы 16 века. Ну, набег исследовал за набегом. Я уже сказал про Козлова. Вот, ну, в частности, очень подробно в Песцовых книгах 1628-30 годов очень подробно описаны результаты вот этих вот набегов. Ведь получилось как? Наше правительство... Ну, кто, Василий Шуйский, там, российское правительство, они обратились к татарам. Ну, правильно, Василий Шуйский, уже в 2008 году был, вот, главой нашего государства. Он обратился к татарам. Ребята, помогите нам поляков-то отбить. Ну, я так вот говорю. Ну, не прошу, придем в Южный Стримский и татары. Они пришли, помогли. Они выжили все, что можно было. Понимаете? То есть все казачьи Слободы, все храмы, они были деревянные. Епифанский, Успенский монастырь они сожгли. И так далее. Я просто говорю по своей местности, чтобы мне больше так сказать ближе. А тут же я сказал, что из казаков выделяется корпорациям детей Боярских. И вот эти дети Боярских, поспеловской слободы, они решили образовать свой прихот и построить церковь на берегу речки Сукромной в селе Бутыльки. То есть уже Бутыльская деревянная церковь, она упоминается и выкладной, в 1676 году в приписи к ней. И в Ванградской переписи населения 1710 года. И именно там везде написано, что приход образован детьми Боярскими. И в конце концов, значит, церковь долго была деревянной. И только в 1888 году архитектор Гурьев. Я нашел, что это был отец преподавателя Епифанского подучилища. И он составил проект каменной церкви для этого храма Боярскеевского. Мы сначала построили трапезную часть, а в 1907 году завершили полностью строительство храма. В основном, не то, что в основном, конечно, на средства прихожан, но главным организатором был, причем оказывал значительную финансовую помощь на строительство храма местный помещик Иван Павлович Игнатиев. Он где-то в 8-м или 9-м, я не знаю точно, он умер. У него было три сына. Вот они как раз показаны на этой фотографии. Слева и наверху были моряки. Оба отличились во время сражения под Сусимой. Это знаменитый квартатур Сусима русско-японская. А вот справа Иван Иванович в общем-то он был ну так сказать сухопутный военный. По состоянию здоровья он был списан из армии. И в 1909 по-моему до 18-го года он был церковным старостом. Значит здание находится в таком сейчас виде, в таком состоянии. Когда мы там были, там знаете, там видим не только для хранилища изгорода. Там, как рассказывают, были механические мастерские. И стоит огромная станина от токарного станка внутри. Как туда затаскивают просто интересно. Никаких росписей, ничего внутри нету. Никакие работы не проводятся. Вот. Ну вот в принципе у меня все. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Мы с вами давайте давайте, пожалуйста. У меня какие-то у меня